Честно исполнять врачебный долг, проявлять высочайшее уважение к жизни человека, постоянно совершенствовать мастерство. Это клятва Гиппократа, ее приносят все врачи в начале карьеры. Профессиональный путь тех, кто в этом зале, сегодня по праву отмечают благодарностями. Представители благородной профессии награждают глава округа Дмитрий Волошин и депутаты. Принимает поздравления и анестезиолог-реаниматолог Владимир Бахта. За 14 лет он прошел путь от медбрата до ведущего специалиста. Говорит, наверняка профессиональный цинизм обошел стороной. Каждая спасенная жизнь остается в памяти надолго. Медицинский спецназ, скажем так, мы работаем на острие, на грани жизни, смерти, на грани тяжелых состояний. Именно моя задача, я работаю в палате реанимации, моя задача это интенсивная терапия тяжелых состояний пациентов. Дмитрий Волошин поздравил врачей, отметив, что в последние годы медицина вышла на новый уровень. И это замечают жители. В свою очередь администрация готова обеспечивать врачей и округ новыми социальными объектами. Мы в этом году открываем три поликлиники. Мы одну открыли уже на левом берегу, еще две у нас будут открыты. Одна в сентябре планируется к открытию, а вторая, я думаю, что ноябрь-декабрь. Таким образом, практически весь дефицит по проектной мощности города будет у нас закрыт. Не обошлось и без подарков. Депутат Мособлдума Александр Смирнов вручил Химкинской центральной клинической больнице денежный сертификат. У нас замечательное отношение с Химкинской клинической больницей. И мне удалось в этом году выбить 2,5 миллиона на приобретение необходимого оборудования для хирургического отделения. Мы говорим о результатах, что укомплектованные поликлиники, укомплектованные отделения. Но помощь администрации в оказании и выделении жилья, выплат компенсационных засъем жилья, социального пакета, устройства в детские сады и школы – это, безусловно, городской округ. Медработники – это не только врачи. Водители скорой помощи, работники пищеблоков, фельдшеры, техники, фармацевты – специалисты, которые круглосуточно готовы прийти на помощь каждому. Ксения Абрагина, Андрей Корнилов, Служба новостей.